Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, это передача о мелочах из жизни. Все мы встречаемся, влюбляемся, создаем семью, живем счастливо или не очень. Иногда наступает момент расставания, и часто люди начинают узнавать друг друга совершенно с другой стороны. Развод и девичья фамилия, раздел имущества и все вытекающие последствия сегодня в нашей передаче. И у меня в гостях адвокат Ирина Хуторева и Наталья Рыжикова «Трижды в разводе». Наша передача окажется для вас очень полезной, интересной, потому что у нас большой опыт за плечами, и мы затронем юридические вопросы и не только. Но прежде хочу показать вам новинку Дэниел Веллингтон, это часики с циферблатом в 36 миллиметров. На сайте Дэниел Веллингтон до 2 сентября проходят акции при покупке любых часов, скидка на браслет 50%. Используйте также мой промокод ANAPCOMAKE15 для того, чтобы у вас было еще плюс 15% скидки. Удачных вам покупок! Наталья, вот расскажите о вашей истории. Три развода и во всех трех случаях инициатором была я, что на самом деле очень сложно для женщины. Проблемы, ну в первый развод мы были молодые, поэтому каких-то разногласий не было, больше было эмоций, чувств. Сложно было расставаться, были проблемы нематериальные, да. Второй брак, тоже я пришла, так скажем, пустой в брак и ушла с этим же, да. Ну а третий брак, видимо, пришло время отстаивать свои права и уже повзрослела, помудрела. Уже развод состоялся документально через суд, но мы продолжаем дальше судиться уже по имуществу, по разделу имущества. Сейчас уже я отстаиваю юридически свои права. Я всегда считала, что брачный контракт заключают люди, которые не любят друг друга. Потому что, когда есть любовь, как можно думать о каком-то разделе имущества, писать что-то на бумажке. Может быть, мои вот такие убеждения, они уже устарели. Вот как сейчас вы относитесь к брачному контракту? Вот, например, вы как адвокат, это может быть в нашем уже современном мире наоборот хорошо? К сожалению, в Ульяновске практика заключения брачного контракта, она небольшая абсолютно. Очень мало кто из людей доходит, а это абсолютно продуманный юридически обоснованный факт. То есть вся Европа, весь цивилизованный мир давно смотрит на это абсолютно с положительной стороны. И люди приходят перед тем, как заключить, вступить в брак, заключить его, соответственно, к нотариусу, либо специально в других странах это могут и адвокаты сделать, приходят и заключают брачное соглашение, которое впоследствии обережет их, их имущество, их нервы, вот от этой бесконечной вот этой вот ссоры при разводе, дележа имущества. Ирина, вы сейчас говорите как адвокат или даже просто вот с точки зрения женщины? Ну, вы знаете, наверное, все-таки как адвокат. Потому что, слава богу, при первом разводе у меня не было дележа имущества. Ну, тоже пришлось мне это пережить. Но как адвокат, к сожалению, практика очень маленькая. Дочь есть? Старшая. У меня две дочери. А уже вышли замуж, нет? Нет, старшая ей 15, а маленькая всего 2. А вот когда-то этот момент настанет, настаивать на брачном контракте или как пожелает? Вы знаете, наверное, это дело каждого, абсолютно. Но, все-таки, если мама юрист, если мама адвокат, тем более имея имущество, допустим, своей семьи, я бы, да, я бы рекомендовала своей дочери. Почему? Потому что, как правило, у женщин остаются дети. Женщина, она, знаете, вот такая вот, вот как курица, да, вот мы ее назовем наседка. Вот она все в дом, как волчица, все в дом, все в семью. Поэтому должна она подумать не только о себе, но и о потомстве, которое за плечами. Наталья, как вы относитесь к брачному контракту? Был ли он у вас? Я вообще за брачный контракт. Притом, я хочу сказать, что даже его можно заключить не только в начале брака, но и в процессе брака и даже перед разводом. Я просила об этом своего бывшего супруга, просила заключить этот договор. Третьего? Третьего, последнего, да. Заключить такой договор, чтобы у нас все было оговорено до развода. Вот. Но у меня не получилось его уговорить. Когда отношения изначально у молодых людей, у мужчин и женщин, независимо от возраста, если они осознанные, если они зрелые, это всегда взаимопонимание. И если ваш мужчина говорит, зачем нам я люблю тебя, это уже говорит о том, что он не хочет брать ответственность за вас. Я думаю, что если мужчина или женщина вас уважает и любит, она примет эту позицию. И вот эти стандарты, стереотипы, то, что вот мы, что такое, какие-то документы будем заключать, мне кажется, уже сейчас не работает, потому что сам длительный срок существования брака, как у наших родителей, он сейчас очень, так скажем, подвержен испытаниям слаб, абсолютно слаб, и материально, и морально. Поэтому лучше договориться на берегу, так легче обоими, увереннее идти дальше. То есть вы за брачный контракт. Как можно разводиться, потому что, по-моему, несколько? Ну, самое простое, это в случае, если муж и жена в период брака не нажили детей, в этом случае они и при взаимном согласии, это очень важно, только если оба согласны на развод. Соответственно, они приходят в обычные органы ЗАГСа, где заключали, там другая дверь, где написано развод. Ну, вот, соответственно, они подают заявление, их разводят. Если один из супругов не согласен, либо имеются несовершеннолетние дети, в этом случае все разводы оформляются в суде. На сегодняшний день такими делами занимаются мировые судьи. Вот два вида развода. К сожалению, больше нигде разводиться нельзя. Это большое заблуждение, что можно у нотариусу, там или еще где-то. Только органы ЗАГСа и решение суда. Но хочу отметить, что в случае решения суда, после его вынесения, брак не считается сразу расторганным. Там большое заблуждение, люди сразу бегут в ЗАГС, получают свидетельство о расторжении брака. Надо дождаться 30 суток по закону, а зачастую с учетом пересыл, вот этих временных моментов, это 35 суток, соответственно, чтобы он вступил в законную силу. Только после этого со штампом можно идти в ЗАГС и получать свидетельство о расторжении брака. А вы владеете информацией у нас в нашем городе чаще? Каким способом? Через суд. По статистике, да, через суд. Потому что, как правило, один из супругов не согласен. Вот как наш гость сказал, что инициатором она, допустим, муж ее не согласен на развод, тогда, к сожалению, только в суд. Наталья, расскажите, вот какие сложности у вас возникли после третьего развода? С чем вы столкнулись? Что для вас было совершенно новым? Ну, во-первых, безусловно, когда мы говорим о разводе, мы не просыпаемся утром, говорят, все, я с тобой развожусь. Разговоры были долго, в течение двух лет, я шла к этому решению, для меня это было сложно. И, конечно, самые основные моменты, которые нас останавливают, это имущество, которое вы нажили, вместе купили и родители, и близкие, и друзья, Наташа, как же вы будете делить, а что же, а это, а то. И часто бывает, женщины идут назад, да, но для меня мое эмоциональное состояние было важнее, в приоритете я не боялась, я знала, что у меня все получится. И до, еще до развода были моменты, которые такие были уже, ну, скажем, конфликты, которые я могла сразу юридически оформить, и это было бы в дальнейшем для меня поддержкой. Но я, опять же, пошла на поводу своей совести, не принимала никаких решений, хотя мне говорили, что если бы я обратилась в органы туда, в органы сюда, сразу бы пресекла вот эти движения незаконные со стороны супруга, то мне было бы сейчас легче. Но я, так скажем, спустя рукава это на эмоциях. Ну, ладно, вроде бы 8 лет прожили, не обращалась в определенные органы. Сложности, опять же, договориться можно было до суда, всегда есть возможность договориться до суда, но мы никак не могли прийти к согласию. Очень много было разговоров, переговоров. Но здесь такой момент, что желательно, чтобы всегда присутствовали третьи лица, когда вы договариваетесь даже, ну, вот, на словах. Между собой. Да, между собой. Потому что потом, получается, опять все переворачивается и привело в итоге все к суду. Наталья, а вот какой, скажем так, объем вот раздела имущества? Ну, объем небольшой, да, на мой взгляд, потому что есть люди, у которых и миллионы, и замки, и дворцы, и квартиры, да. Но, тем не менее, когда мы начинаем жизнь, мы думаем, мы будем вместе всю жизнь, мы же любим друг друга. И поэтому ты тратишь деньги, ты покупаешь, не смотришь, чьи это ресурсы, твои или супруга, и, соответственно, думаешь, да, все договоримся, да, все будет решаемо. И даже когда ты тратишь эти деньги свои, ты говоришь, слушай, говорю, ну, вот, я покупаю, хорошо, хорошо, все, потом это как-то будет учитываться, ты предполагаешь. Но на самом деле, когда развод случается, уже вступает другое состояние, начинается. Что вы делаете, делите, получается? Ну, на данный момент мы разделили уже, у нас состоялся суд, дачный участок, земельный участок, плюс загородный дом, плюс следующий этап, это у нас квартира. Ну, ложки, вилки вы не делите? Я против этого, да, но, как сказал адвокат, юрист моего бывшего супруга, он сказал, что сейчас вот они готовят как раз на право пользования. То есть, чем, что его, что мое, чем я могу пользоваться, чем он может пользоваться. То есть, вот этот момент, конечно, для меня, это самый страшный, потому что я не боюсь это потерять. Это очень унижает и оскорбляет личность человека. Это морально тяжело. Морально и для женщины, и для мужчины. Правильно я владею информацией, что одежда не делится. Что там у нас еще и не делится? Драгоценности, по-моему, делятся. Предметы личного гардероба. Драгоценности у нас относятся к предметам роскоши. Соответственно, они подлежат. Но еще я, вы знаете, хотела сказать, адвокатам, юристам приходится выступать как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. И бывают очень интересные случаи как раз со стороны мужчин. Абсолютно удивительные, уникальные, когда хочется, наоборот, защитить. А чаще кто жертвы? Чаще женщины, конечно, да. Ну, кстати, я бы тоже отметила, ну, может быть, и в моей практике случалось, что, ну, большинство мужчин все-таки можно назвать мужчинами с большой буквы, которые не опускаются, вот как раз, как наш гость сказал, до того момента, чтобы определять пользование вот этими стиральными машинами, телевизорами. Алименты, раз уж мы заговорили о детях. Алименты можно взыскать, кстати, и находясь в браке. В случае, если на это есть необходимость, допустим, супруги не живут вместе, но по каким-то причинам они брак не расторгают. Человек, ну, супруг, у которого остается ребенок, с кем он проживает, имеет право взыскать другого супруга, отца ребенка, замечу, вот либо усыновленного, ну, в общем, доказанного, чтобы свидетельство о рождении, в графе отец, допустим, были сведения. Вот с него имеют право взыскать алименты. Алименты у нас делятся на два вида. Это в твердой денежной сумме, когда взыскивается определенная сумма. Допустим, у человека нет дохода или доход маленький, не позволяет содержать ребенка. Я почитала, что в Москве эта сумма равна 13 300, а в других городах где-то 9 600. Она, кстати, зачастую, судя, что делают, они ее просто навсего привязывают к прожиточному минимуму. И выносят, кстати, решение сейчас за последнее время, вот я смотрю, они выносят вот в процентном соотношении. То есть, допустим, 0,8, 0,9. Ну, благо в Ульяновской области прожиточный минимум примерно плюс-минус равен 10 000. Поэтому мы видим, что 0,8 это 8 000 на одного ребенка, могут там 0,9 это 9 000 и так далее. Но помимо этого, если в браке маленький ребенок, то есть вы понимаете, что, кстати, о разводе, если ребенок не достиг одного года, в случае, если второй супруг не согласен, развод никто не получит. То есть у нас в законе это прописано. У нас было полтора года младшему ребенку примерно. Ну, вот это уже за год. А вот до года развод в случае... Но если супруги согласны, их разведут. Если они не согласны, кто-то из них, соответственно, развода не будет. А должен ли бывший супруг еще и обеспечивать женщину, пока она в декретном отпуске? В случае, да. Если ребенок не достиг трехлетнего возраста, мать также имеет право подать исковое заявление к своему бывшему супругу о содержании ее, о выплате алиментов на ее содержание. Ну, судя так же, это примерно 0,5, 0,6, 0,8. Вот такие границы. Это до трех лет ребенка? До трех лет. Но в случае, если у мамы нет дополнительного дохода, если она не работает. Бывает же, мама, допустим, как я выходила, когда ребенку было и шесть месяцев, первому и второму я выходила в четыре вообще месяца. Вот поэтому по-разному бывает. А если, я слышала, что когда присваивают алименты супругу, то есть отцу ребенка, соответственно, когда отец не сможет сам за собой ухаживать, то есть будет в старости, он также может потребовать алименты от своего ребенка. Я уже читала об этом часе. Ну, последнее мое дело по такому заявлению закончилось, к нашему счастью, отказом. Дело в том, что моя клиентка была в декретном отпуске. В законе четко прописано в Семейном кодексе, что дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей в случае, когда сами будут трудоспособны. То есть получается, если ребенок трудоспособен, здоров, а вот его, допустим, пенсионер только после выхода на пенсию или получив инвалидность, то есть нерабочий статус, вот когда его отец, допустим, инвалид, не работает, он вправе требовать алименты на свое содержание. Часто такие случаи? Это нечасто, и, кстати, суммы не очень большие всегда. А если ребенок даже не платил, то есть ребенку не платил алименты отец, это все равно работает закон? Он имеет право. Это, кстати, тоже прописано, что, к сожалению, вот такая ситуация. И отцы очень часто этим пользуются. Гуляют, 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 вот тоже был случай, но вот абсолютно, знаете, такая личная деформация человека. Бумаешь, ну как у тебя, вот у нее на руках годовалый ребенок, а он с нее алименты требует. Ну, благо, суды все это учитывают. Они обязательно учитывают и выносят решение. Вот в нашем случае был отказ. Я на алименты не подавала. Во-первых, это были 90-е годы, и многие мужчины не были официально оформлены, нигде не работали, нигде не числились. И смысл, какой мне подавать на алименты, я считаю, ну я считаю даже сейчас, если отец любит своего ребенка, если он хочет о нем заботиться, он будет давать денег и без алиментов. Если он о нем не хочет заботиться, он будет всячески избегать этот закон, пытаться как-то уменьшить эти алименты. Вот, кстати, об этом серая зарплата. Часто же такое у нас бывает. Как женщинам вести себя в таких случаях? Куда обращаться? Какие шаги делать? Ну, вы знаете, это очень тяжело. Доказать реальный доход супруга, это очень тяжело. Ну, как правило, суды за последнее время стали принимать во внимание, допустим, ну вот выкладывают в интернеты вот эти все свои поездки, вот эти вот все свои отдыхи. Да, вот, допустим, он официально трудоустроен там на 10 тысяч рублей минимальную заработную плату, а видим, что отдыхает, допустим, на островах, на мальдивах и так далее, и постоянно какие-то такие движения. То есть ездить на шикарной машине, которая причем на него не зарегистрирована. То есть и суды ее стали принимать во внимание. То есть, знаете, какая тенденция появляется? Сейчас вносят решение по алиментам в защиту интересов детей в первую очередь. То есть государство ставит во главу всего это интересы детей. То есть, как я раньше сказала, материальная жизнь детей не должна быть ухудшена после развода. То есть мать она в любом случае доказывает. Но если так совсем сложно, она может выйти в суд с иском от твердой денежной суммы. Это в какой суд? В мировой? Это в мировой. Алиментные обязательства у нас решают мировую сумму. То есть специальное подается исковое заявление? О пересчете либо начислении алиментов в твердой денежной сумме. А вот дальше долго ли еще усилий приходится делать женщине с детьми на руках? Или это уже этим занимаются вот как раз профессионалы? У нас, кстати, сейчас существует отдельный отдел приставов, который работает только по алиментам. Сейчас ведь по поводу алиментчиков очень усилено законодательство. Сейчас их лишают прав водительских. Вот это очень для них страшно. Выезд за границу. Выезд за границу. То есть обычным гражданам возможно запретить в случае, если долг свыше 30 тысяч, а у алиментчиков он 10. Вот если ты задолжал, там, грубо говоря, больше 10, тебе поставят запрет. Отберут права. Временный запрет. Временный запрет, но до погашения данной суммы. Кроме того, сейчас ведь за уклонение от уплата алиментов предусмотрена еще и уголовная ответственность. То есть там надо получить два предупреждения, и ты отправляешься. Ничего себе. И у нас очень много таких решений. Да. А вот скажите, порядок общения с детьми. Чаще, конечно же, дети остаются с мамой. Но много ли таких случаев, когда суд разделяет время пребывания у детей поровну? Потому что такие случаи есть, но это, наверное, очень редко. Поровну, вы знаете, вот я, кстати, в своей практике с этим не встречалась. Бывает, когда одного ребенка, допустим, двое детей, одного ребенка закрепляют за матерью, второго закрепляют за отцом. И здесь, кстати, очень интересный расчет алиментных обязательств. То есть они перекрестные ходы делают. То есть, ведь, получается, ребенок один живет со мной, значит, на этого ребенка ты должен платить алименты. Какого возраста должны дети достигнуть, чтобы они уже решали, с кем они хотят жить? Ну, их мнение спрашивают в 10 лет. Это не обязательно. Там проводятся психологические экспертизы. Кому больше расположен отец, кому привязанность. Учитывается материальная составляющая, учитывается характер и так далее. Все это учитывается. То есть не обязательно, если ребенок скажет, я хочу жить с папой, а при этом, то есть, судья видит и понимает, что, допустим, с мамой ему будет лучше. Он примет решение в пользу матери. Но мнение оно учитывается. А вот смотрите, если мы уже несколько лет в разводе, дети живут со мной, и может ли, допустим, бывший супруг, там, я не знаю, через 5 лет или через сколько-то лет, когда уже будет 10-11 лет ребенку, подать это заявление, может быть, чтобы один из детей как раз-таки жил с ним. Это, то есть, можно в любое время сделать? Может, в любое время. Понимаете, у нас тоже так же записано, что отец и мать имеют равные права на детей. Они в равной степени должны содержать их и воспитывать их. То есть, помимо этого, отец может потребовать, даже если ребенок постоянно находится, проживается с матерью, он может потребовать и суд это закрепит. Допустим, его участие с его разрешения, выбор учебного учреждения, допустим, чтобы отец согласовывал с матерью или мать с отцом, школу, больницу, дополнительные секции, все что угодно. А вот скажите, как вообще распределяется время пребывания отца с детьми? Кому-то час один раз в неделю, кому-то несколько дней. Как это вообще все исчисляется? По желанию отца? Ну, вообще, законом ограничено время, то есть, не более, допустим, 6 часов, но здесь все тоже индивидуально, то есть, либо по месту, вместе с присутствием матери, либо индивидуально ребенок, отец забирает ребенка и, допустим, посещает с ним какие-то развлекательные мероприятия, в городе гуляет, все это индивидуально. Развод, если мы принимаем решение расстаться, соответственно, есть там веские причины. И часто бывает, что вот именно страх перед тем, что предстоит развод, раздел имущества или дети, с кем будут, как я буду дальше жить, у многих женщин останавливает, и они остаются жить дальше и терпеть абсолютно для себя неприемлемую ситуацию, отношения со стороны супруга. Бывают, конечно, что выходят на новый уровень отношений, но, тем не менее, зачастую страдает здоровье женщины. Мы должны понимать, что жизнь наша долгая, мы должны, в первую очередь, думать о себе, особенно если у вас есть дети, о своем здоровье, и понимать, что все проблемы можно решить юридически, что сейчас закон все чаще и, мне кажется, ближе становится к людям, особенно, как вот сегодня мы заметили, к детям. Поэтому вопрос, любой вопрос нужно не бояться. Всегда есть люди, которые вам помогут, и поэтому юридически все можно решить. Забудьте про страх и двигайтесь в своем направлении, которое вы принимаете решение, лучшее для вас и для ваших детей. Конечно же, иммунитет никакого не вырабатывается, потому что мы женщины, мы чувствуем, мы эмоционируем всегда одинаково, и мы выходим замуж, мы всегда любим человека. Но я всегда против того, чтобы жить просто так, когда нет чувства, когда нет взаимоуважения, когда нет взаимопонимания. Я считаю, что лучше расстаться и продолжать дальше, может быть, начать какие-то новые отношения. Быть счастливее это всегда важнее для женщины. Конечно, морально это очень тяжело и психологически тяжело. Поэтому здесь, безусловно, помогают родственники, подруги. Чем больше вы будете говорить об этом, тем лучше. Не стесняйтесь и не бойтесь об этом разговаривать. Да, кажется, что ты уже всем уши прожужжала, что ты всем уже изнылась и так далее. Но чем больше и чаще вы будете об этом, эту боль, эту проблему проговаривать, тем быстрее вы ее переживете. Нужно обязательно найти себе какие-то другие интересы. Немного перестроиться больше даже на себя, обратить больше внимания на себя. Сейчас очень много психологов. Посещать встречи, встречаться с огромным количеством женщин. Есть очень много клубов по интересам. Не обязательно про развод, а там на йогу, гимнастика, плавание, просто сходить с подругами, посидеть, чаю попить или к себе друзей приглашать. То есть нужно все время не замыкаться. Вот это самое главное. Где-то найти в интернет, с кем-то пообщаться, форумов. Очень много всего. Сейчас информационный поток, пожалуйста, открыто все. Даже если вы сейчас в этом состоянии, пожалуйста, вы можете мне написать, я могу вас поддержать, подсказать, что и как. Но эмоционально, чем быстрее мы это переживем, чем быстрее мы дадим погрузиться полностью в эту боль, тем быстрее мы переживем и восстановимся. Вот полностью отдавайте, сплачьте, ревите, посуду бейте, что хотите делайте. Но полностью надо вот эту боль пережить. Вот, конечно, наняв адвоката, этот весь такой сложный процесс может пройти намного легче для женщины. Для женщины, правильно? Да. Многие вопросы будет решать именно профессионал. Но вот насколько это удовольствие такое дорогое сейчас? И даже чтобы подать иск, нужно платить за это деньги. То есть кто подает иск на раздел имущества, тот и платит. Правильно? Я могу сказать, естественно, да. У нас ведь еще раздел имущества чем обусловлено? Не только оплата адвоката, а оплата госпошлины, которая от суммы стоимости, конечно, а зачастую мы делим квартиры, дома, дорогие машины. Это какой-то определенный процент? Да, там процент высчитывается, необходимо в госпошлине это все высчитывать, поэтому это тоже. Но вот если сумма, возьмем, вот миллион рублей, который подает иск. Максимальная пошлина, насколько я помню, это 20 тысяч рублей. То есть тоже не дешевое удовольствие, вот поэтому... А вот все-таки сейчас вот услуги адвоката, какие примерно вообще расценки? Средняя стоимость 6 тысяч рублей за день участия. Это про суд имеется в виду? Ну, вообще да. То есть если суд, неважно, там занят ты полчаса или там 4 часа. А сколько таких еще процессов будет вот в процессе раздела имущества? Ну, как правило, в разделе имущества не более там 4-х. Не более 4-х. Суды сами, у них есть определенные сроки. С момента поступления низкового заявления в суд, решение должно по делу быть принято в течение двух месяцев. Поэтому у судов такой сейчас завал. Поэтому они сейчас сами не сильно такие сторонники отложения судебных процессов. Но, к сожалению, здесь и консультации, и подготовка дела, и вот это все, оно же тоже оплачивается. Но для категории определенной, она в законе прописана, у нас есть бесплатная юридическая помощь, в том числе и ведение процесса, она тоже, возможно, бесплатная. У нас в Ульяновске, кстати, это система бесплатная, оказание бесплатной юридической помощи хорошо развита. Адвокатская палата Ульяновской области может предоставить адвоката по таким делам, который будет оказаться в помощь бесплатной. То есть это как нужно женщине, куда обратиться? В адвокатскую палату Ульяновской области легче обратиться, и там уже посоветуют. То есть просто вот приходишь, говоришь о своей проблеме, что мне нужно бесплатно. Можно будет позвонить и сказать, допустим, я нахожусь за Свиярском районе города Ульяновска, можно мне посоветовать адвоката или предоставить, который работает бесплатно. Но это определенная категория лиц, она прописана четко. То есть там малоимущая. Для того, чтобы получить бесплатную юридическую помощь не от юриста, а от адвоката, поскольку он считается более профессиональным, нужно предоставить ряд документов, там и справки, и вот это все бесконечно. Поэтому в случае такого вида деятельности прям наберитесь терпения и вперед. Пожелала, конечно же, внутреннего спокойствия, уверенности в своих шагах. И обязательно пожелала бы все-таки не бояться обращаться к юристам, к адвокатам, обсуждать свою проблему с профессионалами. Самое главное помнить, что не вы первые, не вы последние. Вот даже мы сейчас втроем находясь здесь, мы все трое через это прошли. Ну а психологически, конечно, знаете, песня у Антонова была такая новая встреча, лучшие средства от одиночества. Вот помните, что все еще впереди. Вот я развелась один раз и нашла свое счастье, дай бог, вот оно будет рядом со мной долгие-долгие годы. И это самое главное. Да, дай бог, чтобы все были в итоге счастливы. А самое главное, чтобы были счастливы ваши дети. С вами была передача о мелочах и жизни. Ведущая Алла Дворецкова, мои гости, Ирина Хуторева и Наталья Рыжикова. Увидимся с вами в следующей передаче на allpravda.ru Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok